Меня зовут Алина Ли, я мастер шаронской розы компаниатами. Мамочка в декрете, в прошлом педагог, преподаватель китайского языка, несколько лет работала в университете. С самого начала, как открылась регистрация в Казахстане, это был декабрь 2018 года, тогда еще не было отдельного представительства в нашей стране, но уже началась предрегистрация, я сразу зарегистрировалась. Да, когда открылось представительство, на тот момент у меня уже была структура, уже была команда большая, мы уже вовсю с девочками работали, и поэтому вот как только открылось представительство, буквально вот оно 26 июля открылось, и 14 августа я уже закрыла ранг бриллиантового мастера. Я пришла вообще в эту компанию как потребитель, у меня не было на самом деле в планах работать, строить структуру, как-то здесь себя реализовывать, то есть на тот момент я была преподавателем, мне это все дело очень нравилось, преподавать, работать с детьми, со студентами, потом в один момент вот что-то так во мне перемкнуло, я решила, я попробую поработать, потому что сыну было два года, сейчас у меня двое уже сыновей, тогда старшему было два года, я сидела дома, мне нужен был какой-то дополнительный источник дохода, я думаю, я попробую себя здесь реализовать, но к тому моменту я была уже потребителем активным, мне очень нравится корейская продукция, я 10 лет пользовалась только корейской косметикой и тут вот Atomi со своим девизом абсолютное качество, абсолютная цена, я решила, что мне это нравится, мне это подходит и я хочу помочь другим людям узнать эту компанию, эту продукцию лучше. Я нет, я не ожидала, потому что у меня не было возможности идти по методу, как все работают, список, звонок, встреча, потому что у меня был маленький ребенок, я сидела дома, я действительно не могла выходить на встречи, я не могла проводить встречи, я не могла найти в своем окружении людей, до которых я могла бы донести ценность нашей продукции, потому что все-таки я жила на тот момент в городе Симбалатинск и по сравнению с Алматой, конечно, те цены, которые есть на продукцию, они для нашего города казались великоваты и на тот момент в моем окружении не было ни одного человека, который действительно мог бы себе позволить нашу продукцию, даже те, кто хотели купить, они элементарно не могли себе ее позволить и поэтому вот пришло такое решение развиваться через интернет, через инстаграм и вся команда была построена через инстаграм, собрана. Ну вот на данный момент я нахожусь на ранге Мастер Шаронской Розы, я закрыла ранг за две недели до родов, до вторых я считаю, что это по-своему достижение, потому что на самом деле работать на девятом месяце беременности, когда у тебя все болит, когда есть какие-то психологические страхи перед родами, когда есть еще старший ребенок, которому тоже нужно время, когда есть еще муж, который тоже как третий ребенок и вот это вот все связывать с работой, потому что закрыть ранг это не так просто, потому что когда у тебя несколько тысячная команда, которая тоже требует внимания, с которой нужно работать, постоянно контактировать, это не так просто. Вот я закрыла ранг, я вообще еще во время беременности говорила себе, что я не пойду рожать, пока я не стану мастером Шаронской Розы, у меня была такая цель, я больше всего боялась, что вдруг там какие-то преждевременные роды, какие-то форс-мажорные обстоятельства, что мне там может быть придется лечь в больницу, но слава богу все прошло хорошо, я действительно вот получается я закрылась, и потом я подумала, что все, мне можно идти рожать, через две недели я родила, и закрыв ранг я поняла, насколько это классно, что компания Атоми появилась в моей жизни, потому что будучи с двумя детьми дома, я продолжала получать доход, на тот момент уже довольно-таки большой, потому что мастера Шаронской Розы зарабатывают неплохо, есть к чему стремиться, но в целом довольно хорошо мы зарабатываем, и лежа в роддоме, когда пришла очередная выплата от компании, а мы их получаем еженедельно, я поняла, что я сделала правильный выбор, я поняла, что вот эти два года я работала не зря, что у меня есть финансовая безопасность какая-то, я уверена в завтрашнем дне, я уверена в том, что завтра мне, моим детям, моей семье не нужно будет бояться за то, что там не будет денег или не будет роста какого-то, потому что здесь сейчас в Атоме мы находимся на таком этапе, когда с ростом компании растем и мы, и поэтому эта компания, она полностью изменила мою жизнь, полностью онлайн, потому что да, вот сейчас моему младшему сыну 4 месяца, понятно, что у меня нет возможности опять же выходить на встречи, проводить какие-то семинары, тренинги, мои девочки привыкли к тому, что мы работаем с ними в онлайне, я всегда на телефоне 24 на 7, они могут задать мне вопросы, получить на них ответы, получить от меня поддержку, помощь, полностью обучение в онлайне происходит, то есть я считаю, что мы сейчас работаем как раз в духе 21 века, потому что там какие-то старые методы хождения на встреч, они сейчас не всегда могут быть доступны, потому что вот в период карантина, как раз когда многие сетевики, привыкшие работать по старой схеме, они были вынуждены выходить из своей зоны комфорта, и привыкать работать в онлайне, для моей команды, когда ввели карантин, этого не было в новинку, мои девочки и так привыкли работать в онлайне, поэтому мы абсолютно спокойно адаптировались под вот эти условия, которые продиктовал нам карантин. Коммуникация, она вот идет с использованием всех вообще площадок и социальных сетей, которые сейчас существуют на данный момент, то есть это то, в чем моя команда разбирается очень хорошо, потому что это было первое, чему я начала учиться, я абсолютно ничего не знала о социальных сетях, когда начала работу, потому что моя специфика преподаватель китайского языка, она не предполагала, что я активный пользователь социальных сетей, но вот это бешеное желание реализовать себя здесь и понимание того, что я не могу работать, ходить на встречи, оно заставило меня проходить просто большое количество разных обучений, вебинаров, курсов по работе в социальных сетях, и сейчас эти знания я передаю команде. В 2019 году ко мне пришла одна девочка, мамочка в декрете тоже, с двумя детьми, и она говорит, я до этого слышала про Атоми много раз, я смотрела какие-то эфиры, смотрела инстаграм-страницы разных лидеров Атоми, и мне казалось, что это все так далеко от меня, потому что я обычная, у меня обычная внешность, она сказала, я ничем не выделяюсь, у меня небогатая семья и работает только муж, и тут я совершенно случайно нашла вашу страницу, и я поняла, что здесь реализовать себя может каждый, потому что вы тоже обычная, то есть в смысле я действительно пришла в Атоми, педагогом, у меня не было какого-то огромного опыта за спиной жизненного, это и сейчас прослеживается в работе с командой, когда появляется в структуре, допустим, женщина за 40-50 лет, и тут я такая, которой совсем не 40 лет, которой только в прошлом году исполнилось 30 лет, и им кажется, что мне не хватит какого-то жизненного опыта для того, чтобы с ними работать, потому что они уже увидели жизнь, они все знают про эту жизнь, но я обладаю самым главным качеством, я, во-первых, умею преподавать, это то, чему меня учили в университете, я действительно умею передавать свои знания, потому что мало знать, уметь донести свои знания до людей, это отдельная форма искусства, и то, что я изучила, будучи в первом декрете, работу в социальных сетях, это те знания, которые я передаю команде. Я действительно не могу похвастаться тем, что до Атоми у меня были какие-то выдающиеся достижения, что я зарабатывала миллионы, но у меня не было ничего этого, я работала в университете, я зарабатывала тогда 42 тысячи тенге в месяц, и здесь в Атоме открылась совершенно другая жизнь. Моя команда, глядя на меня, она понимает, что все возможно, что если они вот эти знания действительно от меня возьмут и начнут применять в жизни, у них все получится, они это знают, и я для них постоянный пример того, что не обязательно родиться в богатой семье, не обязательно иметь богатого мужа, не обязательно даже иметь за спиной 50-летний опыт жизни для того, чтобы добиться успеха. Поэтому люди выбирают меня, вот те люди, которые выбирают меня, да, они выбирают меня, потому что я их мотивирую, как человек, который здесь поднялся, в этой компании, с нуля, поднял свой личный бренд. Никто обо мне не знал буквально два года назад, я была абсолютно неизвестна никому сейчас внутри сообщества Атоми. Меня уже знают, мне пишут, люди выходят на меня сами, они знают мою историю, они знают, что я знаю все о социальных сетях и могу их этому научить. Если вы хотите развиваться, если вы хотите повысить свой материальный уровень и вы хотите сделать это через интернет, то вам обязательно нужно вступить именно в нашу команду, потому что я знаю, как это сделать, и я вас этому научу.